Если я праздновал, ты бываешь Ярославный и Мурманский, значит год прослал. Послушать истории народного артиста России Сергея Жилина пришло больше 200 студентов. Это ребята из разных колледжей и университетов Мурманска. Для кого-то это уже не первая встреча с известным пианистом и композитором. Сергей Сергеевич Жилин оставил такое очень приятное впечатление в детстве у меня, потому что я поучаствовал в конкурсе «Фонограф-дебют» 7 лет назад. И я победил даже, то есть ездил на уроки в студию «Фонограф». Поэтому это такой очень правильный вектор, наверное, хорошей музыки. Джазмен рассказал студентам, как проходят репетиции, как творческому человеку избежать выгорания, поделился планами на будущее. Я принимаю сейчас любую музыку, любое направление, любой стиль, если это сделано, на мой взгляд, интересно и продуктивно, фундаментально. Молодые люди интересовались творческим путем музыканта. Просили рассказать, как успевать в плотном графике, находить время на семью и увлечения. Были необычные даже философские вопросы. Я спрашивала про конец времени композиторов и про влияние вообще композитора и новых течений музыки на дальнейшее ее развитие. Потому что меня действительно волнует и интересует, как будет звучать музыка следующих поколений. Встреча прошла в рамках артического диалога. Это неформальная беседа, которая дает возможность ополярной молодежи обсудить интересующие вопросы. На самом деле проект достаточно уникальный, потому что ребята могут на равных стоять с людьми, которые, скажем так, недосягаемы для них. Допустим, с губернатором у нас частенько проходят арктические диалоги. И, в принципе, все приезжающие, известные личности, политики, научные эксперты. Встречи стараются проводить не меньше одного раза в месяц. В проекте уже приняли участие такие известные люди, как помощник президента Максим Орешкин, космонавт Роман Романенко и политолог Марат Баширов. Кирилл Грапиняк, Данил Пугачев, ТВ21+.